Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы вместе с вами попробуем йогурт Эрман, который называется Эрми Гуд от Эрман. Клубника-банан у меня в руках. Он сделан в типичной йогуртовой банке. И что особенность из внешнего вида сразу могу сказать? Качественная упаковка, приятно все это выглядит. Но на этой упаковке указан состав. И состав здесь длинный, включает в себя загуститель, включает в себя крахмал, включает в себя еще несколько таких вот веществ, которые типа стабилизаторы и так далее. И еще этот йогурт сделан из сухой молочной сыворотки, то есть из сухого молока. В целом, то есть понятно, что это йогурт длительного хранения за счет этого состава, и он не блещет своей супернатуральностью. Но надо его попробовать, вкусный он или нет. Сделан этот йогурт в компании ООО «Эрман». И произведено Россия, Московская область, Равенский район, поселок Раос, дом 15. Вот, приходите в гости в Раос, посмотрите, как у них там дела. «Эрман», «Эрман», «Эрмигуд». Получается, это тоже российская компания, что ли? «Эрман»? Не знаю. Звучит, как немецкая компания, но почему-то написано, что сделано в России. И с сайта ничего не указано. Поэтому я делаю вывод, что «Эрман» тоже российская компания, как и «Вимбельдан». Я просто до сих пор в шоке. Почему они так себя называют? Почему? Нет, ну здесь нет сайта, здесь не написано, что сделано по швейцарской технологии или с немецким качеством. Ничего такого не написано. Как будто бы это просто сделано в России. И сделано, написано, сделано, изготовлено ООО «Эрман», Россия, Московская область. Ну, короче. Ладно. Давайте попробуем «Эрман» и узнаем, вкусный он или нет. Взбалтываем. Кстати, вот это то, что у них такая упаковка, очень удобно взбалтывать. Из рук не выпадает. Слушайте, я нашла 2 рубля в столе. Вскрываем. Прилипло немножко йогурта. На стенках очень мало прилипло, потому что он очень жидкий, похоже. Вот здесь вот вообще ничего не прилипло. Из чего я делаю вывод, что он совершенно жидкий. Пахнет. Пахнет мукой. И какими-то консервированными персиками. А с чем у нас йогурт вообще? Клубника, банан. Персиками пахнет, не знаю. Очень жидкий. Как будто бы шейк молочный. Знаете, вот эти коктейли есть? В Макдональдсе или просто делают молочный шейк. Вот очень похоже на молочный шейк. В нем ничего не плавает. Совершенно однородная структура, текстура. В общем, он абсолютно однородный. Такой по консистенции, как чуть-чуть более жирный, чем молоко. То есть что-то среднее между молоком и кефиром. Такое очень жирное молоко, можно так сказать, по консистенции. Сладенько-кислый вкус, но в целом больше чувствуется какие-то, какая-то вишня чувствуется, немножко чувствуется персик. Но может быть совсем, если бы я не знала, что здесь написано клубника, банан, я бы никогда не догадалась, что это клубнично-бананный вкус. Я бы сказала, что это персиково-земляничный. Вот так я бы назвала персиково-земляничный. Но вообще достаточно вкусненькая штука. Она такая чуть-чуть-чуть совсем сладенькая, как жвачка хуба-буба. Такая у нее сладость вот такая жвачная. Но заканчивается кислинкой от земляники. Мне понравилось, в принципе, неплохо. Единственное, что есть этот привкус какой-то химии. В конце он немножко горчит, что не очень приятно. Но в целом вполне съедобный йогурт, непротивный. Бывают йогурты, которые открываешь, вообще пить не захочешь. А этот я чувствую, что я выпью спокойно до конца. Приятного аппетита, если вы тоже его пьете. И напишите, какие вам показались плюсы и минусы этого продукта. Вообще нравится вам Ermi Good от Erman. И если вы что-нибудь знаете про эту компанию больше, чем я, напишите в комментариях, какие-то у вас есть секретики. Какой ваш любимый вкус, кстати? Банан, клубника, может быть, арбуз. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал. И увидимся в следующем видео. Напиши мне, что ты хочешь, чтобы я попробовала в следующем видео. Напиши свой любимый или самый нелюбимый любой продукт, который ты хочешь видеть. Все, пока-пока, до скорых встреч. Оператор, выключи камеру. Да, я зачитал.